Прошу пройти в первый наш зал, он посвящен межвоенным 20-30 годам, фактически те события, которые предшествовали Великой Отечественной войне. Наш музей, один из немногих, который посвящен данной тематике, был создан уже в период Великой Отечественной войны, еще в 1942 году, когда была открыта выставка в Москве на Красной площади. И фактически с этого момента начинают создаваться первые коллекции. Вот у нас есть очень интересный экспонат. Это форма представителя организации СА, можно назвать ближайшими поплечниками фюрера. По сути, это те люди, благодаря которым Гитлер приходит к власти. Это те, кто формирует его первую гвардию. Весьма редкий экспонат для любой из коллекций. Для того, чтобы понять, что такое война, ее необходимо сравнить с мирным временем. Документы, грамотные, различные удостоверения. В том числе есть и киноафиша советских кинотеатров, которая также говорит о том, что было прервано 22 июня 1941 года. Мы с вами попадаем в самый большой зал нашего музея. Он называется «Дорога войны». Можно сказать, что на ваших глазах, на таких композициях, развернулся лето 1941 года на территории Беларуси. Это первые оборонительные бои Великой Отечественной войны. Один из самых ярких экспонатов нашего музея – это знаменитая советская полуторка. Но этого грузовика карьера не только военная, но еще и кинематографическая. В фондах музея хранится документ, выписка на этот автомобиль за подписью самого режиссера Пташука. Мы с вами находимся в зале, который посвящен оборонительным боям летом 1941 года на территории Беларуси. Здесь одна из самых ярких инсталляций посвящена обороне Брестской крепости. «Я – крепость. Держим оборону. Ведем бой. Ждем подкрепление. Ждем подкрепление. Ждем подкрепление. Ждем подкрепление». Вместо тяжелого ранения он получил легкое касательное. Весьма трагический экспонат – это солдатские медальоны. Необходимо было бойцу заполнить данную справку, опустить герметичный пенал и зашить в специальный карман. В случае его гибели офицер либо сослуживец должен его был изъять и передать непосредственно старшему офицеру. Многие из бойцов боятся на себя навлечь гибель и таким образом этот момент игнорируют. Один из самых трагических экспонатов нашего музея – это фляга, которая была найдена в 1992 году на месте боев на реке Щара, Гродненская область, Лонинский район. Фляга, зажатая человеческой костью. Таким вот образом красноармейцы, офицеры и партизаны узнавали о тех событиях, которые происходили, в том числе на фронте. Мы с вами находимся в зале, который посвящен коренному перелому в период Великой Отечественной войны и в том числе вкладу советского тыла. Эта часть рассказывает о завершении коренного перелома, о Курской битве, которая проходила летом 1943 года. 872 дня город Ленинград находится в блокадном кольце. Вот эта вот витрина, вот этот блок посвящен как раз-то блокаде города Ленинграда. Наверное, один из самых ярких здесь экспонатов – это 125 грамм хлеба. Норма представителя нетрудоспособного населения города в ноябре-декабре 1941 года. Такая норма состояла из таких элементов, как древесная стружка, столярный клей и целлюлоза. Чтобы получить норму, необходимо иметь блокаднику финансовые средства, необходимо иметь и право. Право блокадника подтверждает специальная продуктовая карточка. Чтобы ее сохранить, блокадницы Ленинграда создают еще один трагический символ – трепешный пояс блокадника. Это оригинальный пояс блокадницы Ушатской. В такие пояса зашиваются карточки, документы и деньги, обворачиваются вокруг блокадников. Но даже так около миллиона жителей Ленинграда от гибели спасти не удалось. Около половины довоенного населения, к большому сожалению, города потерял. Самая трагическая часть экспозиции музея посвящена оккупационному режиму, на территории Беларуси. Символом, в том числе, этой трагедии в нашем музее является вот такой вот колодец с наброшенными камнями. Это символ трагедии деревни Шуневка. Там во время карательной операции были сожжены взрослые. Позже подростков и детей каратели споймали, сбросили в похожий колодец и засыпали камнями. В этом зале, в том числе, можно узнать и о создании сети конституционных лагерей. Всего их было создано около 260. Частью этой системы можно назвать и лагерь Шталак-352. Он был создан на территории Масюковщины. Сегодня это мемориальный комплекс. За период оккупации на территории этого лагеря было уничтожено около 80 тысяч военнопленных. Мы с вами находимся фактически на перроне товарной станции, где представлена витрина в виде товарного железнодорожного вагона. В таких вагонах 400 тысяч наших сограждан были вывезены на принятые работы в Германию, либо на территорию оккупированных ею стран. 26 октября 1941 года в Минске проведена первая показательная казнь. Также мы с вами можем увидеть камеру пыток СД, созданную на территории Беларуси, трагедию Холокоста, трагедию детского населения на оккупированной территории и, конечно, один из самых крупных лагерей смерти на оккупированной части Советского Союза – лагерь Тростенец. В таких носилках выносили пепел сожженных с территории лагеря Тростенец. Мы с вами идем по городской брусчатке. Фактически мы находимся в оккупированном городе Минске. Нам дорогу преградил фельджандарм. Он стоит и говорит нам – остановитесь, предъявите документы. Подпольщики находятся под самым носом у врага. Им необходимо где-то собираться. Для этого существуют явочные квартиры. Наши сотрудники воссоздали обстановку такой квартиры. Мы находимся, наверное, в самом ярком зале нашего музея. Мы погружаемся в атмосферу быт и жизнь партизанской зоны на территории БССР. Через территорию Беларуси на Восточный фронт враг отправляет помощь. Партизаны получают приказ, чтобы эта помощь не дошла. На территории Беларуси рельсовая война была проведена в три этапа. И об этом в том числе рассказывает вот эта вот инсталляция уничтоженного вражеского железнодорожного эшелона. Эта часть зала посвящена освобождению территорий европейских стран. Мы вместе с Красной Армией шли с востока. Здесь уже мы 6 июня 1944 года открываем Второй Западный фронт, так называемый День Дэ. У нас представлены манекены представителей Вооруженных сил Франции, Соединенных Штатов Америки и Феликобритании. В витрине мы с вами видим точную копию фотоснимка, посвященную подписанию акта обезоговорочной капитуляции 8 мая 1945 года. Этот же сюжет представлен и на копии картины знаменитой группы художников «Кукрытикс». Копия выполнена глорусским мастером Тихомовичем. Субтитры создавал DimaTorzok